Добрый день! Механическую работу можно совершать за разное время. Можно скапывать вручную, а можно использовать трактор и вороны. Одна и та же работа будет выполнена за разное время. Можно стирать вручную, но ту же самую работу стиральная машина выполнит быстрее. Работа та же самая, но гораздо быстрее. Поднимать груз можно вручную, а можно использовать кран. Во всех случаях работа одна и та же, но совершается за разное время. Следовательно, должна существовать величина, которая характеризует быстроту выполнения работы. То есть, насколько быстро совершается работа. Эта величина называется мощность. Мощность характеризует быстроту выполнения работы. Мощность трактора больше, чем мощность человека. Тема сегодняшнего урока — мощность. Итак, мощность — это физическая величина, которая характеризует быстроту выполнения работы. Чтобы найти эту быстроту выполнения работы, нужно всю выполненную работу разделить на все время, в течение которого эта работа была выполнена. Поэтому мощность численно равна отношению работы к времени, в течение которого эта работа была совершена. Формула для мощности. Мощность равна отношению работы А к времени Т. Мощность, вы видите, в физике обозначается буквой Н. Единица измерения мощности. Вы помните, чтобы получить единицы измерения, можно пользоваться формулой для этой физической величины. Если мощность равна отношению работы к времени, значит, за единицу мощности нужно взять единичную работу и поделить на единицу времени. В международной системе единиц за единицу мощности принята мощность такого устройства, которое за одну секунду выполняет работу в один джоуль, то есть джоуль, делённое на секунду. Эту единицу измерения назвали ватт. Назвали это в честь английского изобретателя паровой машины Джеймса Уатта. То есть мощность измеряется в ваттах. Напомню вам ещё некоторые кратные приставки к единицам измерения. Один киловатт – это тысяча ватт. Один мегаватт – это миллион ватт. Один гигаватт – это миллиард ватт. Встречается ещё устаревшая единица измерения мощности. Называется она лошадиная сила. Лошадиная сила связана с ваттами. Примерно таким соотношением. Одна лошадиная сила – это 735,5 ватт. Получим ещё одну формулу для мощности, которая носит частный характер. Получим её из основной формулы для мощности. Мощность N равна отношению работы А к времени Т. Работу можно написать как произведение силы F на путь S в случае, когда направления силы и движения тела совпадают. Получается в числителе произведение силы F на путь S, а в знаменателе – время Т. А теперь посмотрите внимательно. Отношение пути S к времени Т для равномерного движения – это ведь скорость. Значит, отношение F к Т можно записать как скорость равномерного движения. Получается формула F, умноженная на V, сила умножить на скорость. То есть ещё одна формула для мощности. Мощность N равна произведению силы F на скорость V. Нужно только помнить, что это скорость равномерного движения. Из этой формулы для мощности видно, что чем большая скорость у автомобиля, тем большую мощность должен иметь двигатель этого автомобиля. Из этой формулы также видно, что при одной и той же мощности можно получить большую силу тяги, уменьшив скорость. Так происходит, когда автомобиль двигается вверх, в гору. Для того, чтобы при той же самой мощности увеличить силу тяги, водитель уменьшает скорость. Итак, на этом уроке мы разобрали физическую величину мощность. Мощность характеризует быстроту выполнения работы. Мощность равна отношению работы А к времени Т. Обозначается мощность буквы N. Мощность стиральной машины больше, чем мощность человека. Посмотрите ещё на формулу для мощности. Чем за меньшее время совершается работа, тем большая мощность у этого механизма. Мощность измеряется в Международной системе единиц в ваттах. Всего доброго!